В Новосибирске сегодня выбрали лучшую пожарную команду. Претенденты съехали со всего региона. Судьи насчитали 22 заявки и почти 150 участников. Задача у спасателей одна – потушить условный пожар как можно быстрее. Впрочем, шансы на победу, например, у команды из глубинки и у городского подразделения разные. Почему? Подробности в сюжете Павла Теунова. Соревнование пожарных команд разделено на несколько этапов. Хотя задача та же, что и в рабочие будни спасателя. Потушить пожар – спасти человеческую жизнь. На этот раз условно. Первое испытание – надеть спецодежду. Нормативов нет. Чем быстрее, тем лучше. Большинство команд справляется за 20 секунд. Впрочем, скорость – не единственный критерий. Важно, чтобы пожарный костюм плотно сидел. За ослабленный ремень или сваливающийся шлем судьи начисляют штрафное время. На следующем этапе спасатели должны в максимально короткое время потушить пожар и эвакуировать пострадавшего с четвертого этажа горящего здания. На этот раз шансы на успех у команд разные. Потому что работают они на разной технике. Модели разные. Шасси разные. Камазы, Уралы, Зелы 130. У всех разное расположение, высота, уровень подъема. В этом есть сложность судейства. Но, тем не менее, каждый личный состав, каждый караул работает на своей машине. Обязан в короткие сроки, слаженно, самое главное, выполнить задачу по спасению и потушению. Впрочем, организаторы уверяют, явных фаворитов в этом состязании нет. Возможны сюрпризы. Все 150 участников прошли серьезный отбор в своих подразделениях. Убирается команда. Люди, которые показали высокие результаты по физической подготовке. То есть те люди, которые непосредственно лучшие из лучших подразделений. То есть проводится конкурс. И потом лучшие из лучших, кто показал лучшее время, включаются в команду. Чтобы попасть в список лучших из лучших, нужно бегать 100 метровку за 320 и подтягиваться не меньше 15 раз. Хотя, по словам участников, соревнования – это не только повод помериться с силами, но в первую очередь укрепить боевое братство. Любое соревнование, оно сплочает коллектив. Это во-первых. Во-вторых, люди разных подразделений, сотрудники разных подразделений могут пообщаться. Не только на пожаре, а еще и в простой обстановке. Можно сказать, в праздничной обстановке. Результаты соревнований организаторы объявят завтра. Призеры и победители получат шанс представлять регион на всероссийских состязаниях. Павел Теунов, Антон Мамаев. Новости здесь, Новосибирск.